Субтитры делал DimaTorzok Да Эл, может быть были какие-то... О, да, Дэн Может быть были у тебя какие-то истории в последнее время, связанные с выступлениями, хотя я редко видел тебя на них Что, с чем это связано? Я в основном сейчас в метаверсе выступаю Это как в первом игроку приготовиться? Это круче, чувак У нас в виртуальном пространстве есть виртуальный стендап-клуб Там могут выступать комики из любой страны мира Неважно, в России они сейчас или нет Разрешенным въезд или нет И самое классное, что ты выступаешь перед арбузом, диско-шаром, человеком-бутылкой То есть, как я в детстве Реально не было друзей, не было первых выступлений У вас утрей и вир есть, да? В России, да Извини, Юргун, что сразу начали с очень тяжелых сценарий Метаверсы, Юргун просто... У меня есть история с выступлением У тебя есть история? Вау! У меня есть история с выступлением Нормально У меня есть история Я... я вывод мероприятия И, короче, ко мне официантка подошла Чтоб запустил, честно, вначале Толчок дать, и зал пойдет Короче, официантка подошла и говорит Такая проблема, в зале четыре слепых человека Мы не знаем, кто это Ты должен их найти Вся одна из них Она мне говорит, что Они попросили не обращать на них внимания Точно так же, как они не обращают на вас, да? Вообще, сама вот эта фраза Не обращать внимания Это первое, что я хочу сделать Я хочу выйти и найти их И я рад, что официанты позаботились обо мне Я вышел, и они сидели в первом ряду спиной ко мне То есть, там весь зал, он сидит вот так вот А они... И смотрят на слепых И они сидят, что-то едят Это не самое... Самое страшное, то что я стою перед ними И там, короче, зал такой неудобный Потому что там колонны есть И всегда сзади люди сидят за колоннами И мне приходится уточнять Видят ли они меня? И я им говорю, похлопайте, кто меня видит? И чувак из первого ряда сидит спиной ко мне, хлопает Я думаю, ты кого наебать пытаешься? Я знаю Прикольно, можно наебать слепых, типа Да Видишь стендап для слепых И просто в виде включаешь И просто сидят О, прикольно! А следующий комик просто из Ютуба Они такие, охуеть, Джордж Карлин Но это странно еще посадить их Первый ряд Лицом к зрителям То есть, по сути, я как зритель вижу реально тебя выступающих И кушающих слепых Ты же понимаешь, что это был угар от официантов, да? Это же они угарнули Вряд ли слепые такие Кстань у нас Спиной Мы хотим как шоу-голос Блин, это какая-то игра, да? Да вот самое, кстати, обидно то, что они сидели спиной ко мне И они в какой-то момент начали разговаривать Им хучу скажешь Они не глухие, ты мог сказать Не-не-не, а как ты к ним Можно, пожалуйста, вот вы, которые спиной ко мне Тебе просто надо было микрофон колонки подвести, чтобы зашумело вот это Чтоб они вообще ебнулись там Или просто, не-не-не, просто так Они что-то пиздят, и ты микрофон ему к ебальнику Ну вот, я, короче, Валере говорю А вас ни разу слепых не было на выступлениях? У меня были, может я не видел У меня было такое, что люди слепли на моих выступлениях От красоты Потому что я иногда просто золото Элфы заебала не ко мне приходят потом Я вчера на оркестр был Вот этот оркестр Вот этот оркестр Живая музыка Вот этот оркестр На чем они играют? Ну, пианино Пианино Вот это Пианино Контрабас По-моему, это на старых сисках Ёбаные барабаны, блять Я вижу фрейты Барабаны это вот так И... Ну... Я, короче, там мама сходила Мама сходила И... С женщиной И... С мамой и женщиной? Наверное, с девушкой Девочкой? С девушкой Да, моя с девушкой Мама с девушкой И девушкой Я с мамой и с девушкой Ты со своей девушкой и мамой С мамой, да И... И там билеты очень дорого стоили Ну, две тысячи рублей Типа такой Ну, типа И... Нас тоже посадили Примерно Вот так Типа Все вот так сели И там тысяча людей было И мы все Примерно как тут И это... На первые места Там вип Там была... Были еще вип-места А это вип-места Которые в первом ряду Вот так сидели Ну, типа тоже вот Мы вот так сидели И... И там очень смешно было Там... Короче, там пианист был Самый главный И он... Я где-то понял Ты понял Что там сидел В шляпе Да, да, да Я про это хотел сказать Только у него была Эта ебанская Вот эта кроткая Черная шляпа Да, да, да Ебать Наверно, вам всем запретить Тоже шляпать Ну, как ты Я главный И... И... Он, типа там выступал И он, типа, играл И, типа, всегда И там у нас был Саундтрейк Каких-то фильмов Ну, типа Каких-то пиздатов фильмов И он всегда, типа А это не детские мультики, случайно? Не-не-не, детские Там, типа Были, типа, начало Типа, вот такие И... Конец Скрипки такие А по-русски, по идее, «Пробуждение» как-то будет, а русские сами решили назвать начало. Но он только на английском говорил. И там люди сидели, когда он на английском фильме говорил, никто не понимал. Вот это фильм, который на английском. И люди сидят, никто не хлопает. И самое смешное было, когда он говорил насчет «Остров Проколь». Там тоже фильм «Остров Проколь» говорили, что шутер меден. Тоже как на английском говорил. «Shuttered Island». Да, да, да. «Остров Проколь» И это саундтрек, который, типа, во всех фильмах был. «Shuttered Island» и «Прибытие». Но почему-то фильм «Прибытие» решил не на английском говорить, а на русском говорить. А «Прибытие» — это не русский фильм, который в «Чертаново» снимали? «Прибытие» — это «Arrival» и «Чертаново». Да, да, да. И там у него есть фишка была, а он играет, класс классный играет, а потом заканчивается и просто вот так сидит и ждет. И когда зрители хлопают, он только потом встает. Он пошел в письме. И я сказал, так хотелось, чтобы зрители не хлопали. Он просто так вот застрял. И зрители тоже такие… Да. Тема похожа на историю, но я был на подобном концерте с девушкой, но это были, в общем, детские мультики под симфонический оркестр. Я не знаю, диснеевские все сказки. Ролев все такое. Да, 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 и музыка из… Lion King. I'm so sorry. И мне казалось, что это что-то потрясающее… Shrek. И мне казалось, что это что-то потрясающее, и там тоже безумно дорогие билеты. 180 тысяч рублей – последний ряд. Реально, последний ряд. Подожди. Ладно, не 180, но последний ряд. Ну и прям последний, ну если с конца считать там… Ну где-то 700 рублей. Нет, нет, нет. Ну правда, типа там десятку за последний ряд. Специально, чтобы всасаться взял последний ряд. Да нет, потому что дорого нахуй. Да кого? От короля Ивана. Я со своей, да. Вы говорите, ты сидишь в симфонической оркестре, и тебя девчонка отсасывает. От короля Ивана. Да. Теперь это твои владения, Симба. Чего дня, Симба? И ты потом ее так поднимаешь. Посмотри. Да послушай уже. Прикольно, что там прям есть, когда покупаешь билет, там есть прям дрочь-место. Возле него посидите платят. 180 тысяч рублей. Это, пожалуй, самые дорогие… Ну ладно. Это одни из самых дорогих билетов, которых я когда-либо покупал. И в зале воняло говно. Мне кажется, когда ты заплатил 180 тысяч, такой, да я посру здесь. Знаете что, я буду так смотреть. Слушай, если трёх… Я закурю. Охуенно играет. Вы чувствуете, что есть приложение для секс-знакомств? Приложение? Да, есть отдельное приложение для секс-знакомств. Ну Tinder? Ты Вове говоришь? Я слышал о них. Не-не-не. ВК-знакомство. Что? Нет, это вообще есть, оказывается… А, я знаю. Это этот. Это стендап-клуб VR. Секс-знакомство. Что? Я подумал, что в VR точно не будет вонять говном. Кто бы не обосрался в зрительном зале? Если только ты не обосрался. А, тогда да. Блин, Вов, а мы скинулись и купили тебе насадку для передачи запахов. VR. Но она передаёт только запах газа. Мы, на самом деле, просто в колпачок насрали. Насадка для передачи запаха. Одного. Блин, ладно. Классный разгон. Короче, есть такие приложения. У меня друг зарегистрировался, и они платные. И он там познакомился с какой-то девушкой. И она ему сказала, скинуть свои голые фотографии. И он... Не тебе, Вов, не тебе. Не тебе, Вов, не тебе. Скинь Вове голые фотографии. Он надоел, кстати. Скажи, что перестал это делать. Короче, он скинул голые фотографии девушке. И потом ему в телеграме написал какой-то парень. И он сказал, вот твои голые фотографии. Ты мне должен заплатить, или я отправлю всем твоим друзьям. И, короче, он просто чувака заблокировал. И уже прошло несколько недель, и я так и не получил у голых фотографий. А я... Я не хочу, чтобы вы неправильно меня поняли. Ну, я жду. Не для того, чтобы мне нужны эти фотографии. Я просто хочу подтверждение нашей дружбы. То есть, если я их получу... То есть, если я получу фотографии, я такой, ну я знал, мы друзья. Я получил фотографии. Я знал, что я получил, мы друзья. А я ничего не получил. И я такой, а кто я вообще этому человеку по итогу тогда? Кто он мне? И кто я ему? Блин, а он тебе ни разу, наверное, не скидывал свои голые фотографии. Я подумал, если бы у меня машинник... Я сразу... Ты спроси, я вот такой, блядь, как бы уйти от вопроса. Не-не, просто я в плане того, что... Как будто бы это первое в жизни, когда, знаешь, можно было проверить дружбу. То, что если бы меня представить, я такой, ну я знал, что я друг. А так, как будто бы нет каких-то тестов проверить, друг мне, этот человек вообще в целом. Но ты не знаешь, может быть, у него на члене татуировка Семен Мудак. Либо Семен мой друг. То есть, два варианта. Я подумал, прикинь, машинку пишут, вот, ой, извини, вот голая фотография, отправь десяти друзьям, или твоя мать умрет. Знаешь, когда во Вконтакте вот эти старые были? Друг не понял. Он мне отправил. Мне кажется, надо отправлять член другого цвета кожи. И как ты будешь это объяснять? Стоп, очевидно. Нет, ну просто, ну... Ссылать фотографию члена другого цвета, это значит, что тебе на телефоне надо хранить фотографии черных членов. Почему черный? А, да, другого цвета, да. У меня же черный. Ну, у меня синий хуй. Я же ты начал вообще просто, как проверить друга, про дружбу, вы доебались до членов. А какой у тебя цвета член-то в итоге? Как проверить дружбу? Это странный тест. Это странный тест. Я подумал, что нельзя в целом дружбу проверить... Хуями? Нет, я знаю, как, знаешь, типа, отношения проверяются. Ты видел в ТикТоке? Видели такие видео, когда другая девушка пишет... Типа, короче, допустим, у меня есть девушка, и моя девушка просит свою подругу, чтобы ее подруга написала мне и подруга... Проверила? А что, у тебя нет близких друзей? Я сейчас уже дружу с Семеном, но... А вы прям близкие? Дружба уже подходит к концу, мне кажется. К концу. Ты понимаешь, что это за работа, да? Ты в целом такой скинь-хуй. Ты сидишь, ты мужик, у тебя компьютер, и ты такой скинь-хуй. Ты рос на фильмах про хакеров, и такой, я буду взламывать Пентагон. Пентагон. Скинь-хуй. И у тебя просто на компе несколько папок хуёв. Такой, оплатившие хуи, не оплатившие хуи. Друзья не оплативших хуёв. Под папки. И он такой, не знает куда Семенов, друзья или враги. А-а-а-а-а. И Шиша была вот такая же, а люди и тоже типа. А была же вот эта русская рулетка, вот эта чата вот эта. Чат рулетка? Да. Чат рулетка. Где ты листаешь камеру, пока не найдешь член, да? И там же... И мы в этом рулетке вот такой прикол делали. Мы вдвоём с другом сидели, и там у нас сзади чувак голый стоял, но он вот так с полотенцем держал, его не видно. Он сзади нас вот так стоял, а мы вдвоем вот так сидим. Какой-то чувак попадается, мы с ним общаемся, мы всегда говорим, ну вот это, заебал, вот это, чуваки, которые дрочат на этом чате, насчет этой темы рассказывают, всегда члены показывают. И потом мы во время общаемся, и Роско вот это отпускает, и между нами вот такой член есть. Блин, вот это вы его, вот это вы его разыграли! Вау! Вот это члены, вот это! Мы тебя разыграли! Ха-ха! Ты видишь это член! Ха-ха-ха! Э-э-э! Видишь этот хуй! Ха-ха-ха! Я думал мы нормальные люди! Ха-ха-ха! Вот это вы наебали, конечно, все! Блин, ну вы хулиганцы. Не, ну вроде прикольно, но вот в этом… Недоработано! Просто сделать принт-скрин вас, и вам отсылать, и говорить, Платите мне, чтобы я не показывал это другим. Вы посмотрите, какую хуйню. Вы слишком долго стояли рядом с членом. И угорали такие... Просто много фотографий, где ты рядом с членом такой счастливый. Ты, ты, твой друг в оборжёте и посередине член. Потом фотки, где они в Париже, там задеяфили его башню. Ну я думаю, всё вкинули тебе. Да. Получается, что ты лучшему другу должен свой член показать, да? Мне кажется, это и есть какое-то доказательство дружбы. Батвусовой бумажки дружбы. Если раньше был вот этот, типа, надрез, да, его там, типа, кровью, то теперь просто покажите другу член. Ну, типа, при членами надо. Возьмитесь вот так вот, знаешь, как рукопожатие, друг другу. Членами надо. Да-да, надрез на члене. Фотографировать это, да. Вот почему сейчас в Инстаграме есть лучшие друзья. Мы там неправильно используем, надо члены свои в тайной авторе. Каждый день есть вот твои лучшие друзья. Всегда истории смотрят твои члены. Да, и ты, прикинь, ты заходишь в Инстаграм и видишь, что у какой-то сториз зелёный. Ты такой, я не пойду туда, нафиг. Я знаю, что меня там ждёт. Почему зелёное? Что? Ну, Инстаграме... Близкие друзья. История лучшие друзья. Извините, я... Тебе никто просто в близкие друзья не добавлял, ты не знаешь, как это зелёное выглядит. А я не знаю. Извините, я мало пользуюсь Инстаграмом. Извините. А где ты сидишь? Я... В VR, я виртуально, в Metaverse. Что ты делаешь? О, там можно всё. Я был там, там то же самое. Да, да, там то же самое. Дэн выступал там и просто его закидали помидорами. Я вообще охуел. Было как, Дэн пришёл выступать, тебя закидали. Не, я выступал здесь, бля, там классно. Реально, Дэн выступал в виртуальном клубе, пока был в этом клубе. Реально, он пришёл сюда в масках, в маске. В масках? В масках, в куче масок. Я его объявил, он вышел на сцену и выключил микрофон. И ему все такие, мы тебя не слышим, чувак. А он такой, помидор тебе въебало, чувак. И когда он поверил, что не слышал, он начал что-то ковыряться в настройках. И такой, включает микрофон. О, теперь слышно? И они такие, да. Он такой, тогда последняя шутка. Просто раскалкивает короткую и ушёл. Ты просто ходил по сцене 5 минут? Да, да, да. И прям очень круто отыграл. Да. Я рассказывал, чтобы ты понимал, я очень круто это всё в VR-чате. Я такой, да, круто отыгрывал. А я прям рассказывал очень громко, пока здесь идёт шоу. И я вон туда зашёл, где кухня, блядь, и туалет для сотрудников. Я там стою в этом пятачке, в этом VR-чате шлеме. Они не видят, что он делает, а мы не слышим, что он делает. Прикольно, ты можешь выйти на открытый микрофон, на открытый микрофон, в VR-чате шлеме. Ты там сразу выступаешь, и сразу на обычных зрителей выступаешь. Прикольно, там ты разъябываешь, а здесь нет. Тупо, когда ты и там, и там не разъябываешь. Не, прикольно, что здесь тебе прям не нравится, и ты такой, зато я там, тут я вообще разъябывал. И отсюда слышишь такой, нет, тут хуже! Я в своём деревне жил, когда я был только школьником. Потом я школа закончила, я уехал, и там я не жил. Ну, типа, я не знал, никогда там не работал, не жил. Обычная жизнь там, когда только школьником был. Типа там жил. И когда я уехал в Якутск, в самом деле в Якутске, студентом был. И потом я праздник проходил у себя в деревне. Я там пришёл, и я там где-то два месяца, сколько-то месяцев праздник проходил. И у нас там что было-то? В общем, я там праздник проходил с десяти до часа, а потом с часа до двух у меня обед, а потом с двух до шести я, типа, ну, типа, примерно вот такая практика, как обычный работник. Рабочий день? Да, рабочий день, да. И самое интересное в том, что там, там все продуктов, магазины тоже так работают. Тоже они с десяти до часа, а потом с часа до двух почему-то у них тоже обед. И потом с двух до шести они закрываются. А в субботу, воскресенье они не работают. Я там не знал, как там продукты купить. Типа, я там офигел, типа, что мне делать, чтобы продукты купить? Ну, типа, я должен заранее идти или что, типа? Ну, ты заранее идти, да? Ну, но у меня там… Типа, давать им деньги, типа, продукты. Типа, до часу дня прийти в магазин, правильно? Ну, реально, там продуктовал магазин тоже как обычный работник работал. Ну, типа, как обычная работа работала. Ну, типа, с часу до двух у них обед. У всех один график. У всех один график. Невозможно никуда сходить, если ты работаешь. Если у всех обед, обед у всех. И, кстати, в ресторане тоже обед. Да, да, там вообще все производство стоит. Все обеды просто стоят. Ну, там работали, наверное… Мало ли, не все работали. Так, если подумать, то реально чувак, ну, чей это магазин, он, ну, чуть-чуть долбоеб. Он просто… У всех, у всех перерыв… И у меня перерыв. Блядь, так они все к тебе сейчас пойдут. Не-не, пойдем вместе гулять. Все отдыхают. А че я буду работать, когда все отдыхают? А че я буду отдыхать, пока все работают? Блин, а с девяти до часа он такой, блядь, где все? Все! И потом с часа до двух… Но я работаю! Да, и когда с часа до двух у меня просто очередь, такие, сука, открою. Он такой, блядь, приходите через час. Я здесь каждый день. А там еще и терение, хлеб. Один магаз. И он такой, да что, никто не берет таблетик? Немально странно как будто, нет? Что он… У нашей деревни хлеб можно купить только с одиннадцати до девенадцати можно купить. Ночи. Нет, 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 нет. Потом он проезжается в тыкву. Потому что там где-то в одиннадцать приносят хлеб, и все закупают. И ты, чтобы хлеб купить… Все, кто не работает. Чтобы хлеб купить, ты где-то в девять часов должен прийти и просто ждать, когда хлеб придет. И ждать в очереди. И ждать в очереди, да. И хлеб переносит, а потом ты берешь… А я там не мог прийти хлеб брать. Потому что ты работаешь. Потому что я и работал. И в итоге в этой деревне самые упитанные – это безработные. Они такие, бояре. Я не работаю. Куча хлеба из девяти стою. Иду за хлебом. Это может быть бизнес. Как продавать место в очереди за айфоном, можно продавать место в очереди за хлебом. Еще в этом деревне все прикольно. Там если на улице алкашей ловят, ну типа какой-то алкаш ходит, они просто его берут и увозят из деревни где-то десять километров. Ну что? И просто его там оставляют и обратно придет. И пока этот алкаш пешком добирается до деревни, он перезренет и больше не пьет. Либо умирает. Но там пока что никто не умер. Серьезно, никто не замерз в Якутии? Чувак. Ну это летом, они только летом пьют, наверное. У тебя есть время до зимы добраться до дома. И еще у меня в деревне, если ты продавец, там в деревне самый главный человек. Ну типа самый уважаемый. Да-да-да. Если ты поссоришься с продавцом, все, тебе мешать из деревни. Там уже похер, работаешь ты, не работаешь, хлеба ты не получишь. Реально посрался с продавцом, он такой, неа, не продам. Серьезно? Не знаю, но только там один магазин и что делает чувак. По сути, это самый важный человек. Простите кого-то, можешь купить типа? Можно мне, пожалуйста, корнишоны? Только эти корнишоны обычно нюргун брал. Ты че, ему берешь? Не-не-не, я с ним посрался, пошел он же. И раньше в этом деревне продавали алкоголь. И потом решили не продавать алкоголь, потому что все молодые люди пьют. И теперь в этом деревне нет молодых людей. И заимались всех возить за город. Нет молодых людей, теперь уже нет, они все уехали. Не-не-не, там ходят двадцатилетние чуваки, просто лепят себе морщины. Я старюю их. Прикидываются. Там алкоголь продавал, поэтому раньше все деревни спивалось. Там все пил, и потом решили... Там было весело, да? Да-да-да, зато деревня развивалась, там много людей. Развивалось. А потом алкоголь решили не продавать, чтобы молодые люди всегда только пьют, все ничем не занимаются, хоть чем-то займемся. А потом они, типа, наверное, стали читать книги и просто уехали из деревни в города. Реально, они просто протрезвели и такие... И теперь... Тут нахуй один магазин. Один магазин из столько книг, я ебал, да? Очередь за хлебом, я поехал, блядь. Так, кому не дрочили ногами? Сейчас. Я тоже что-то почувствовал, блядь. Так, Мирал, вы кому не дрочили ногами? Да, было. Было? Нахуй надо. А у нее были руки? Что? У нее были руки? Были ли руки у нее? Были. Типа, это вынужденная мера? Относи меня, у меня нет рук. Мне плевать! Я хочу! У меня время срочка! Мне сейчас смешно, что это что-то, о чем надо сказать еще. У меня нет рук. Он такой... А-а-а! Не, ну мне просто кажется, что это что-то типа... Он полна с ручкой. Это вынужденно, это что-то типа, как нажимать кнопку лифта носом, понимаешь? Типа, когда... Ну что-то, что можно делать, когда у тебя руки заняты пакетами, понимаешь? Ты... Ты нажимаешь, ты когда с пакетами, ты носом нажимаешь... Так, есть же лок... Так, у тебя же все равно палец какой-то один... Так, у Вова на локте еще два пакета. Че ты ебался? Так, Вова ходит по магазинам вот так. Все в пальцах вот так вот. Грав, блядь, честно. А если на носу маленький пакетик? Вова, один раз на год просто. Чувак, у меня там титановая пластина, я могу выбить эту... Нереально просто крючок здесь. А ногами можно дрочить, если руки заняты другими... Пакетами. Другими членами берут. Другими членами? Ногами? Смотри, может, надо троим дрочить, получается? Что? Троим? Да. Вот так и ногами? Да. И назвать это Человек-паук. Нет, там есть у кого-то... Я не понимаю, это что я делаю? Нас четверо, бля, я не знаю, что ты делаешь. Блин, Дэн, давай вот сюда еще. Не, а еще. Вот, вот, вот... Вот, бля! Так, давай! Наконец-то! Сколько ку** везде! Ё-ру, как в парфюмере, бля! В этот момент Ниргун запускает в тебя туалет. А если вот так, или вот так, или вот так, или вот так, или вот здесь. Я впервые убедил, чтоб не так он так добился, он свой разгон не так рассказывал. Как здесь только, а вот так. И вот сюда хуй можно положить, блин, из-за уха. Столько места для хуёв. Так оживился. Ну как, слушайте, все, заход ясен, странно дрочить ногами. Нет? А? А это заход. Ну да. Вот фетишисты же есть. Вот именно. И мне вот, ну как ты к этому приходишь, мне кажется, столько надо всего попробовать, чтобы такой, ну блядь, ну че еще там. Не знаю, пойду и ногами. Как у тебя это первый раз произошло? У меня не было. А, так ты меня спалил просто, блядь. Я теперь один еблан в зале, который такой, стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 блядь. Вот я хотел спросить, ты дрочил или тебя дрочили? Я дрочил себе. Да, вот это уже прям гимнастика, да? Да, да, немножечко раз. Не, это позиция в йоге. А ты правой или левой ногой дрочишь? Я обоим. Знаешь, специально отсиживаешь себе ногу, чтобы… Без ногу это кто-то другой, да. Незнакомая Зраченко. Я все-таки думаю, что изначально первый раз так подрочил безрукий. Безрукий. Типа… Типа… Нет, ну словно вот, ну безрукий же рисует красиво ногами. Они такие, ебать, я тоже могу, на фортепиано могу играть. В смысле? И Зрачнуть тоже могу. Типа… Есть же это, типа… А че я еще могу? Ну типа у меня есть знакомая слепая девочка, которая занимается скалолазованием, понимаешь? Она… Она думает, что занимается скалолазованием. Ногами вот так вот… Вова постоянно приходит мне домой. Думаю, обои ободранные… Все, 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 во-первых… Вова, как я попал ко мне на Эверест! Аккуратно! Вова, ты на Эвересте? У меня есть такая девочка… Она думает, что скалолазованием… Слабовидящая, правильно надо было сказать, я не правильно сказал. Ааа… Так я тоже тогда… Тогда это все не смешно. Ладно, дрочить ногами… Как это было? Как это произошло? Да. Тебе так лепекун делал, блин? Какой выпуск сегодня, а? Как произошло? Это Элса Мешан! Че ты на Элла смотришь такой? Типа… Можно я расскажу? Держит паузу. Да нет, мы просто… У тебя было хоть раз такое, что с девушкой вы после душа голые лежите на кровати вдвоем? Было. Да? Да? И ты мне не рассказывал? Мы лежали, и на мне вот так вот было полотенце получается. И то есть мы лежим, и она… То есть я просто лежал. А знаешь, когда девушка… То есть сзади спинка, и она вот так чуть сидя. То есть она чуть-чуть повыше меня получается. Ага. И у нее ноги на… А, то есть ты между ее ног сидишь? Нет-нет-нет, я рядом. Там… Ну то есть, ну смотри. Допустим, я просто лежу. Так. То есть я лежу вот так. Лежу, жду. Я вот так лежу. Так, подожди. Я зарисую. Подожди, а я хочу поехать. А она… Я должен нарисовать. Ляг сюда. Давай. А я… Подожди, а где мои ноги? А я вот так? Нет-нет-нет, стой. Моя полотенце! То есть ты… То есть ты моя девушка. Ща начнем. Ты сидишь, а я получается… А я рядом вот так лежал. И я вот так вот… А ты… Да, а у тебя ноги на окне… Ну, рядом с… И она… Ну, она просто, типа, увидела, и она начала ногами снимать… Да-да, убирать мое полотенце. А-а-а… И зацепилась потом за член… И пить пятый… Ногцем? Нет. Она, то есть, ну, обхватила и начала… Я такой… О, да… И она такая… Да… Ну и все. И тебе прям понравилось? И вот чему. Понравилось? Не-не, она ж… Типа, ты не можешь… Нет, это полное дерьмо, она была в носках, блин. После душа, мокрые носки… Грязные носки, твердые, блять, которые вот так… Нет, смотри… То есть, что ты имеешь в виду, что невозможно двумя ногами… То есть она, по сути, просто попинула его туда-сюда, валяла… Ну типа… Нет, ну она начинается как дрожь… Но она ж не может… Ты не сможешь кончить, потому что ты не можешь прям обхватить ее… Так, я видел… Я видел… Прикинь, по-какому охуел, если вот так вот… Нога вот так идет резко… Какой обезьяна… Ты такой… Вау… Ты смотришь на свою девушку и она такая… Ну да, это чисто как прикол, от этого невозможно получить какое-то удовольствие, мне кажется… Ну вот, мне кажется, что это не та штука… То есть я не понимаю, как они… Ну снимают же эти порно-видео, они прям… Да-да-да… Ну так и сиськами тоже это нормально подрочить… Ты хоть раз у тебя был такой, что тебя дрочит сиськами, и ты кончил… Просто чьи-то сексуальные предпочтения сейчас будешь унижать? Ну расскажи, что тебе нравится… Да… Ну нет, я ничего не вижу плохого в том, чтобы дрочить ногами… Я не говорю, что это плохо, я пытаюсь разогнать… Извините, блядь… Я не думал, что здесь так нравственно… Извините, все, я больше не буду… Извините… Тут так нравственно, а до этого показывали, как дрочит… Вот так… Я не думал, что здесь так нравственно… Вот что, мне кажется, что это не первое, что вы пробуете… Как пара… Это точно не первое, наверное… Бигфуд… Интересно… Я просто задумался, что у человека, который любит, когда ему дрочат ногами… Самое важное… Ну знаешь, такое самое сильное… То, что никогда не закрытый гештальт… Никогда это… Блин, вот бы мне Бигфуд подрочил… Что? Бигфуд – это что? Это… Это соскотч! Это большая еда! Снежный человек! Не, Бигфуд… Этот… Соскотч! Снежный человек! Слушай, ну, когда девчонки дрочат… Ну, ногами… Это я еще могу принять… То есть у меня этого не было, но я такой… Ну, хорошо… Окей… Но вот если парень дрочит девчонки ногой… Ой… Ооо… Вот это странно! Это тоже странно! Больше пальцев! Ээээ… Всю ногу тебе туда засунуть! Чё говоришь? Бигфуд? Это как женщина сноуборд? Что? Что если с двух ног? То ее можно использовать как сноуборд! Или как… Или как мешок вот отпрыгать… Есть у вас какие-то планы на свое тело после смерти? Это предложение… На органы ли? Типа… Не, на оргию, Вов… Ну, короче, вы чё хотите, чтобы там вас… Я понимаю, что это не чё-то, да, о чём, может быть, думаю… Ну вот да, я просто тоже, чтобы похоронили или кремировали… Я понял, что я бы хотел, чтобы меня сожгли… Ну, в случае чего, но… Я понял, что это же не я буду решать… Ну, типа, я могу попросить… Но, например, когда я сказал об этом маме… Я такой, ну, если что… И он такой, нет… Мы тебя закопаем, да? Вот, да-да-да! Мы закопаем тебя! Вот в этом гробу! У нас и место куплено! Смотри, какую мы гравировочку у тебя сделали! Эй, Эльдарчик! Так вот, я подумал, что, ну, если там что-то произойдёт… И маме будет, как бы, очень грустно… Я не думаю, что она такая… Это была его воля… То есть она поступит, как захочет… И поэтому я подумал, что я, наверное, попрошу друзей… Я подумал, что… Заранее сжечь себя… Не заранее… Не заранее… Не заранее… То есть я могу сделать это как-то так, чтобы мама не совсем поняла, что происходит… Ну, то есть, чтобы во время похорон, там, открытая крышка гроба… Во-первых, посмотрите, как красиво лежит мой сын в костюме из бересты… Странно, что это было его последнее желание… Чтобы его похоронили в костюме из бересты… Ну, и кто-то из моих друзей просто подходит… Случайно тебя сжечь… Просто подходит… И такой… Ридар очень не любил… Выскочил скользкий… Ридар очень любил… Выпить… Выпить… Чтобы… Спирт… Бензин… Обожал бензин… Почему-то пахнет бензином… Там надо попросить друзей, чтобы они у священника Кадила заменили на эту… Ну, с углями… Просто рядом кто-то дрожащими руками начинает прикуривать сигарету… И такой… Влад, сейчас… Я рассчитываю на тебя… Что такое? Блин… И мы вдвоем с Вова, когда дебил… Бля… Ты прикинь, как это… Тут плачущие родственники… И вы такие… Блядь, с пичкой не сожигали… Ради Элла… Где, слушай… Давай ногами… Слушай, дерь… А там вот это вот… Да… Мы сожжем его нахуй… Знаешь, что не получается? Родственники уже в аху… И мы такой… Жди что-нибудь… У тебя есть… Самый… Потом просто начинается борьба… Прикинь, начинает гореть все-таки гроб… Но мама начинает… Успоренно закапывать… Я такая… Не надо… Хороните так… Нет, я реально… Я прям представляю… Ну, типа, глаза… Я постараюсь… Я когда буду поджигать, Я буду стараться не смотреть на твою маму… Потому что она типа… Она такая… Какого хуйства? Столько лет… Чтобы сжечь моего сына у меня на глазах… Извините… 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 Блядь… Мы объясняем… Потом поймите… Нет, прикольно, что… Мне самому очень стыдно… Я вообще не хочу это делать… Но все это хуйня происходит… И вы вот на поминки идете… Да… И просто неловко друг на друга смотрите… Типа… Не чокаясь… Но просто потому что вам неловко смотреть… Да… Ну прикинь, как тупо… Что подожгли… И ты тупо не сгорел… А обгорел… Просто… Сгора… Ну да, тебя потешите… Сгора… Ну да, тебя потешите… Просто уродливо подгорел… Уродливо голову хоронят… Прям просто корочка, знаешь… Ебаная корочка с бобку… Гроб выгоревший… Знаешь, вот так вот… На четверть… Сгорает вот этот бархат… Какой-то некрасивый… И видно твой… Чистый член… Который напихали кучу ваты… Ваты… Ну да… Они же там что-то добавляют… Ну когда чистят же… Когда чистят тебя… Что? Чтоб больше казалось… Ваты запить… Да, да… Да… Бля… Охуярти… Огромного плюшевого мишку… Во время смерти… Просто огромные тампони… Знаете что… Вова, я ничего не просил в завещании… Это был разгон про похороны… Какой член, блядь… Встречается с Сашем Амой… Ооо-оо… Ооо-оо… Давай… Оху-ху… Класс… Привет… 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 Итак, можно попросить… Первое, о чем я хотел бы вас попросить… Это… Можете все одновременно кинуть в меня… Вот эту эмоцию… Вот это, пожалуйста, все одновременно, а я встану… погодите а я встану погодите я вот так вот встану класс класс где я еще такой опыт пережил правильно ребята где еще так просто включается душ у меня дома я не знаю как у вас включается душу вот так следующее у меня пантомима я сейчас не знаю как вы но я сейчас без одежды полностью называется как я выгляжу сейчас на самом деле не так на самом деле вот так можно пожалуйста одного мне человека на сцену давай бананчик очки нахуй ты чё боишься обгореть ты банан давайте посмотрим на низ банана пожалуйста все вместе посмотрим вот сюда ты бы хотя бы досрал а потом приходил сюда к нам дружище так